Вот уже два года Volkswagen интригует публику тизерами нового Amarokka. Хотя, признаться, фанаты модели не ждали сюрпризов, ведь немцы заранее сказали – свежий пикап будет построен на основе фордовского рейнджера. Тем удивительнее, что вместо стопроцентного клона немцы подготовили оригинальную машину. Общий силовой каркас двух моделей выдаёт только характерный силуэт. А вот оптика, панели кузова и, конечно, оперение – свои собственные. Салон новоиспечённого Volkswagen напоминает исходную машину гораздо больше. Во всяком случае, вертикальный экран медиасистемы, фирменный селектор трансмиссии и часть фурнитуры остались неизменными. Правда, чтобы подчеркнуть индивидуальность, авторы Amarokka организовали нарочито прямолинейный интерьер со строгими гранями, прямыми углами и обилием плоскостей. В плане габаритов пикап сделался на целый дециметр крупнее, но с весы, наоборот, стали короче. На бездорожье новичок просто обязан обойти предшественника, на что намекает даже глубина преодолеваемого брода – сразу 80 сантиметров против прежних 50. Грузоподъёмность тоже выросла. Наоборот грузопассажирский Volkswagen способен взять больше тонны поклажи. Кстати, чисто коммерческих исполнений с короткой однорядной кабиной, видимо, больше не планируется. Глобальная моторная гамма включает один бензиновый и четыре дизельных двигателя. Притом бензиновая модификация имеет свыше 300 сил, а в списке дизелей значится парочка трёхлитровых агрегатов V6. К моторам мощнее 200 лошадок. Безо всякой альтернативы прилагается десятиступенчатая автоматическая коробка, а версиям попроще положены механические коробки плюс заказной шестидиапазонный автомат. Интересно, что полноприводных трансмиссий будет предложено сразу две. Первая – с жёстким подключением переднего моста, а вторая – это постоянный полный привод, организованный вокруг межосевого дифференциала. Выпускать новинку планируют на южноафриканском заводе Форда, откуда сейчас по всему миру расходятся родственные рейнджеры. Начало продаж на ключевых рынках должно состояться под занавес года. В продажу пойдут пять комплектаций, включая роскошный вариант под названием «Авентура», который можно будет дополнить разнообразным оборудованием. Например, накрышной палаткой, пластиковым кунгом и другими опциями. Шансов, что «Амарок» хоть когда-нибудь доберётся до наших широт – минимум. Ведь даже машины первой генерации российская публика покупала, мягко говоря, вяло, больше предпочитая Toyota Hilux и Mitsubishi L200.